МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все самые важные новости к этому часу в эфире телеканала Регион 29 прямо сейчас в студии Анны Рязанова. Здравствуйте. Начнем с главных тем. В эти выходные на шести континентах писали тотальный диктант. К акции присоединился и город Коровелов. Как справились северодвинцы? Частичку божественного дара смог унести домой каждый прихожанин. Благодатный огонь в Ахангельске. Акция «Дом со звездой» продолжает свое путешествие по области. Добралась она и до Красноборского района. В Карпогорах прошел семинар, на котором активные пенежане вместе с московскими экспертами занимались проектированием одного из самых ярких культурных событий района – Петровской ярмарки. Ведущим семинара выступил основатель центров прикладной урбанистики Святослав Мурунов. Встреча состоялась в рамках проекта местной общественной организации инициативы пенежья. Ранее эта идея была поддержана фондом президентских грантов. Благодаря большой работе команде удалось собрать немалое количество активных жителей, заинтересованных в развитии района, его культурной и бизнес-среды. К другим темам. Сотрудники полярных станций, космонавты, альпинисты и пассажиры самолетов на шести континентах написали «Тотальный диктант». Образовательная акция проходит с 2004 года. Ее цель – показать, что быть грамотным важно и престижно для каждого. «Тотальный диктант» писали и северодвинцы, рассказывает Мария Воробьева. Текст «Тотального диктанта» впервые звучит в стенах родильного дома. Будущие мамы и медперсонал пишут «Тотальный диктант». Очень интересно, хочется проверить свои знания, потому что в школе учились давно. Учились еще тоже давно, и хотелось бы, конечно. Как оцениваете себя? Оцениваю себя хорошо. В школе училась на отлично. «Тотальный диктант» этого года состоит из трех текстов. Это части новой книги писательницы Гузель Яхиной, которая должна выйти в продажу через месяц. Текст об учителе словесности Якобе Бахе в этот день писала и Ия Орлова, девушка на седьмом месяце беременности. Решила проверить себя давно. Со школы много лет прошло. Считала себя грамотной, считаю. Вот, хочу проверить свои знания, чтобы потом ребенка своего научить, знания вложить в свою малышку. «Тотальный диктант» в роддоме пишут в рамках акции «Русский язык с молоком матери». На самом деле малыш уже внутриутробно начинает слышать 16 недели беременности. И к 24 недельке органы слуха окончательно уже сформированы. Поэтому очень важно как раз уже правильно, грамотно начинать разговаривать с малышом уже внутриутробно. Ну а навыки правильного произношения, они формируются с самого рождения. Поэтому наша акция и называется «Русский язык с молоком матери». Тексты участников проверят 20 филологов региона. Результаты станут известны после 18 апреля. Мария Воробьева, Семен Семегулин, Регион 29. Акция «Дом со звездой» продолжает свое путешествие по области. Добралась она и до Красноборского района. Красные звездочки украсили дома двух отважных женщин, прошедших Великую Отечественную войну. Звезда зажглась на доме ветерана войны Надежды Кичагиной. На фронт она попала 19-летней девушкой в Карелии. Работала на лесоповале, рыла окопы и стреляла из пулемета. А это Клавдия Александровна Загидулина. На работу в военкомат ее призвали прямо из зала кинотеатра. «Пойдемте в военкомат. Я по дорогу тут перешла, смотрю, машины, велосипеды, лошади. Да что такое? Пойдемте, пойдемте. Зашли. В военкомат сказал, отстаетесь». По образованию она медик. В годы войны трудилась медсестрой в госпитале Северодвинска, а потом на Карельском фронте. За прошедший год в Архангельской области на домах и квартирах ветеранов загорелось более трех с половиной тысяч красных звезд. В минувшие выходные благодатный огонь прибыл в Архангельск. К святыню доставили в специальной капсуле в Иллинский кафедральный собор. Частичку божественного дара смог унести домой каждый прихожанин. «Надеюсь на благополучие, на Божью милость моих детей, всех моих стройников, как любая мать». Первое воскресенье после Пасхи в православном календаре ознаменовано антипасхой. Это не противопоставление великому празднику, а его повторение. В этот день вспоминают о неверии Фомы. «Это один из апостолов, который проявил недоверие к воскресенью. Я пока не увижу эти язвы на руках у Господа, пока не потрогаю их, не уверую. Но это нам всем еще большее удостоверение истины воскресенья». В этот день прихожане также радостно приветствуют друг друга словами «Христос воскресе, воистину воскресе». Выиграй путевку всего за 299 рублей. В Архангельске стали известны имена победителей совместной акции торговой сети ШИК и газеты «Правда Севера». Лето для 11 победителей акции пройдет не в городе, а на свежем воздухе в санатории Беломорья и базе отдыха «Голубина». Ажиотаж среди покупателей и читателей организаторов впечатлил. «Всего участников было 2600. Я считаю, что акция прошла замечательно и будем проводить еще. Со 17 апреля у нас стартует новая». Уже 18 апреля стартует новая акция «Выиграй путевку» за 299 рублей. Не забывайте делиться с нами интересными историями или новостями. Контакты нашей редакции на экране. У меня на этом все новости. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...